Сегодня на совещании у президента обсуждён новый менеджмент на предприятиях. Цель ведения так называемого Института доверительного управления – выход на стабильную работу нерентабельных организаций. По конкурсу сроком на пять лет их передадут в доверительное управление. Контроль по-прежнему останется за государством. В случае надлежащего выполнения условий договора, временный управляющий получит право стать собственником. Указ предусматривает освобождение семейного налога и налога на недвижимость, арендные платы за участки. Предлагаемый проект может коснуться более 2000 госорганизаций, в их числе свыше 350 – сельскохозяйственные. В Беларуси по итогам госаттестации высшую категорию впервые получили 16 санаториев, 11 из них на территории республики, а пять здравниц управления делами президента располагаются в Сочи, Туапсе, Мисхоре, Юрмале, Друзкиненкае. Оценку провели по новым критериям, с акцентом на состоянии материально-технической и лечебной базы, качества и услуг. Подтвердили ранее полученную высшую категорию также 113 санаториев и две сотни оздоровительных организаций. Культурной столицей Беларуси официально стал Бобруйск. Торжественное вручение символа, хрустального аиста и сертификата прошло накануне. Поздравил жителей райцентра с новым статусом министр культуры Борис Светлов. Программа мероприятий расписана до декабря, их сотни, в том числе международный фестиваль «Венок дружбы». Статус культурной столицы Беларуси позволит показать духовность и самобытность Могилевской области.